...точку зрения вашего, как политика, историка, как писателя, публициста. Что социальные сети значат лично для вас, и насколько вы используете социальные сети в политической борьбе, в пропаганде своих взглядов, где участвует Союз граждан России, и в вашей новой партии, которая коротко называется ПВО, а расшифровка как значит? Партия Великое Отечество, да. Спасибо. Собственно говоря, каждое время имеет свою реальность. Если бы мы с вами жили в веке 18 или 19, то основным источником распространения информации были бы газеты. Соответственно, те, кто хотел распространять информацию в любых целях, должны были бы выпускать газеты. Смотрим на тот период, Герцен выпускает свой колокол в Лондоне, эти подрывные материалы в чемоданах с двойным дном, в посылках, в конвертах, по почте, рассылаются по России. Сегодняшняя ситуация 21 века, она облегчает эту задачу тем, кто хочет распространять информацию. Опять же повторю, вне зависимости от цели. Кто-то хочет сеять в России хаос, смуту, подрывать устои власти, и ему для этого теперь не нужно ввести чемоданы с двойным дном. Он просто заходит в интернет, там есть специальные площадки, которые и называются социальные сети, и которые были созданы именно для этого, для продвижения определенных идей в интернете. Заходит, и все сами к нему уже пришли, ему нужно просто эту информацию выбрасывать, тиражировать и так далее. И для этого есть определенные технологии, использование ботов, накруток и так далее. Мы сейчас даже не будем об этом говорить. То есть интернет и социальные сети придумали, безусловно, спецслужбы наших идеологических друзей для продвижения информации. Что делать в этой ситуации патриотическим силам? Быть реалистами, использовать социальные сети для того, чтобы пропагандировать там здоровые идеи, для того, чтобы пропагандировать идеи патриотизма. Чем, собственно говоря, занимается большое количество патриотов, в том числе и мои скромные усилия тоже в этот общий поток вливаются. Социальными сетями как пользователь я абсолютно не пользуюсь. У меня есть аккаунты в нескольких социальных сетях, и это просто место, куда тиражируются мои статьи с моих сайтов. Есть группы, куда тоже эта информация поступает. И судя по тому, что в одной из социальных сетей в группе уже больше 40 тысяч подписчиков, эта информация востребована и интересна людям. Но пока это все делается на таком кустарном уровне. То есть энтузиастам, патриотам противостоит огромная государственная идеологическая машина, которая занимается промыванием мозгов по всему миру. В Советском Союзе была тоже выстроена идеологическая машина, и она плохо или хорошо, но работала. Хотя мы сами, кто вырос в Советском Союзе, знаем, что в конце 80-х уже мало кто верил в те идеи, которые тиражируются. Это значит, что работала машина плохо. Она говорила не тем языком, не с теми людьми, не те примеры приводила. Поэтому сегодня в России идеологической машины как таковой нет, а идеологическая машина Соединенных Штатов Америки и Запада, она как была, она только оттачивалась, ее смазывали деньгами, и она наращивала свою мощь. И в итоге сегодня некое партизанское патриотическое движение в интернете и в реальности противостоит огромной государственной машине по промывке мозгов наших противников. Если перейти на категории военного времени, то партизанские отряды борются с регулярной артой. Партизанские отряды могут выиграть войну, но этот процесс очень долгий и очень болезненный. И обычно партизаны побеждают на оккупированной территории, когда где-то есть их же регулярная армия, которая борется с регулярной армией оккупанта. И вот сегодня задача создать такую идеологическую, информационную регулярную армию, которая бы в интернете, в том числе в социальных сетях, раз мы о них сегодня говорим, боролась бы с теми деструктивными идеями, которые впрыскивают наши, в кавычках, друзья. Потому что мы видим, что все сценарии беспорядков написаны по одной и той же методичке, по книге Джина Шарпа. Посмотрите, что сегодня происходит в Турции. Все то же самое. Выходи на площадь, твиттер, фейсбук. Инструкции, распространяемые, как от слезоточивого газа избавляться. Отличная организация. Люди в касках, люди в масках и так далее, и так далее, и так далее. Полицейским розочки, гвоздички выдают. В общем, весь набор того, что мы уже видели в других странах. Плюс та же самая ложь, которая всегда тиражируется. Берутся фотографии массовых манифестаций Турции, посвященных спортивным праздникам двухгодичной давности. Меняется дата, и это уже сегодняшняя демонстрация. Берется, значит, еще какая-то информация, там, фотошоп на службе революции. Вписали несколько слов солдатам на плакат, и солдаты уже вместо того, чтобы они поддерживают полицию, они уже поддерживают, значит, якобы манифестант. И так далее, и так далее. Фотография человека, который пострадал во время аварии на производстве, выдается за фотографию человека, который погиб во время манифестации. Все это мы видели и в 90-е годы в Советском Союзе, когда людей у вильнюсской телебашни якобы убила советская армия. На самом деле, неизвестные снайперы стреляли с крыши, плюс к ним добавили людей, которые погибли в автомобильных катастрофах. Потому что мы сами можем представить, что человек, на которого наехал танк, выглядит несколько по-другому, чем человек, на которого наехали «Жигули». Ну вот, так сказать, и так далее. То есть, главное вызвать бомб, главное вызвать дестабилизацию, но все это делается не с точки зрения интересов какого-то государства, а с точки зрения интересов той силы, которой эти беспорядки организовывают. Нужно понимать, сегодня люди в Турции думают, вот это важно, думают, что они вышли протестовать против исламизации страны. Если беспорядки приведут к падению правительства, вы увидите через несколько месяцев, что к власти придут еще больше исламистов. Потому что задача всего этого хаоса – втянуть Турцию в войну в Сирии, где уже боевики-исламисты заканчиваются. И если ничего не делать, то Башараса выиграет, и гражданская война закончится. Кто-то должен влезть в эту войну. Израилю влезать в эту войну? Ну, как-то неудобно. Представьте себе, в одном окопе сидят Аль-Каида и Израиль. Ну, как-то это уж совсем нехорошо. Поэтому должны другие исламисты прийти. Откуда их взять? Турция ограничит Сирией. Вот цель этих беспорядков. Дальнейшее разжигание хаоса и беспорядков. При этом нужно понять, что Турция – это достаточно большое государство. Турки живут в Европе. Турция ограничит с Россией и с другими государствами. Если удастся дестабилизировать Турцию, это автоматически дестабилизация европейских и турецких диаспор. И это хаос, который непосредственно приходит к границам России, Украины и так далее, и так далее, и так далее. Вот о чем идет речь. Поэтому я призываю всех пользователей социальных сетей, прежде всего, думать головой. И понимать, что само ничего не происходит. Если кто-то создал удобную площадку, куда вы можете приходить, какие-то решать свои проблемы, то он создал не для того, чтобы вам было удобно проводить свое время. Он создал для того, чтобы незаметно вкладывать вам в голову свои идеи. Для чего социальные сети и предназначены. В этом же помещении была очень представительная конференция по поводу арабских революций. И вы на нем выступали, были очень серьезные ученые, серьезные люди. Был генерал-лейтенант Леонид Петрович Решетников. И там говорили, что вот эти все данные... Вы тогда призывали, что надо все точки на «ты» поставить, чтобы понять, кто это делал, революция, и как она будет влиять на нашу страну. И эти данные собирались все подать этой конференции в какие-то властные структуры и так далее. Есть осознание у власти после таких конференций, после таких обращений, что пора уже и государству вмешиваться. Против нас идет война, психологическая, политическая война. И мы ее пока проиграем. Давайте отделим одно от другого. Год назад действительно была конференция, я имел честь принимать в ней участие, выступил с речью. Сегодня мы видим, что наше телевидение говорит теми словами, которыми лишь несколько человек в интернете, в том числе я, говорили два с половиной года назад. Что это все сделали американцы, что их цель – хаос, беспорядки, дестабилизация целого региона, потом весь этот хаос придвинуть через Афганистан, Пакистан, в зону соприкосновения России и Китая, через Среднюю Азию впрыснуть нам. Мы видим, что Россия поставляет оружие Сирии. Она заявляет, что не поставляет С-300. Вроде как бы их туда уже поставила, и об этом сказал Башарасов. Ну, как говорится, кто не верит, пусть полетает над Сирией и проверит, если есть такие желающие. Если кто не верит Башарасу, то наслова. Так что Россия тормозит процесс разрушения государственности, который Соединенные Штаты организовали. В этом смысле прогресс средств массовой информации в России налицо. Что касается российской политики, то с момента прихода Путина на пост президента Россия опять стала отстаивать свои интересы. А не интересы Соединенных Штатов Америки и Великобритании, как это было в период деятельности предыдущего президента, когда мы сдали Ливию. Поэтому здесь последовательная политика внешняя, она ведется, ведется, ведется и ведется. Поэтому прогресс большой, и он налицо, и его можно только приветствовать. Сегодня, наверное, в России не найдется за исключением десятка маргиналов, в кавычках, демократов, людей, которые искренне верят, что в Сирии безоружные демонстранты воюют против кровавого режима. Всем все ясно. И политика России не только вносит эту ясность в головы своих граждан, но и мешает американцам разрушать силу, что можно только приветствовать. Ясно. Спасибо большое за интервью. И еще один вопрос. Вот в вашей партии, говоря старорежимный язык, будет какой-то, как КПСС, отдел пропаганды, который будет заниматься именно официальными сетями, прессой и так далее, и доносить для народа с вашим мыслями в вашей партии? Значит, во-первых, давайте брать удачные исторические примеры. Вот та партия, которую вы взяли в качестве примера, в течение своей истории называлась по-разному. И что интересно, она и работала по-разному, с разной эффективностью и с разной успешностью. Когда она называлась РСДРП, и когда она была ВКПБ, она работала очень хорошо. А вот когда она стала КПСС, она стала работать очень плохо. В итоге к руководству этой партии и страны пришли предатели и разрушили и государство, и саму партию. Поэтому уж на КПСС мы ориентироваться точно не будем. Что же касается работы любой политической силы, то без работы, без пропаганды своей собственной идеологии, тех идей, которые мы хотим донести до людей, ни одна партия существовать не может. Поэтому, конечно же, у нас все это обязательно будет и сейчас это формируется. Но сегодня мы решаем поступательно те задачи, которые перед нами стоят. Сегодня перед нами задача зарегистрировать региональное отделение и научиться работать уже как слаженный, единый организм. Параллельно с этим мы готовимся к съезду, мы разрабатываем символику и готовим те пропагандистские, с хорошей точки зрения, материалы, о которых вы говорите. Спасибо большое. Былок в помощь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.